Через скошенное поле идем на скалы Лурманю. Скалы Лурманю расположены на обоих берегах реки Роя. Скалы из серо-красного песчаника шириной 400 метров являются геологическим природным памятником. В нижней части скалы простирается громоздкая проделанная льдом ниша, а поцарапанные льдом и по реке плывшими деревьями скалы возвышаются до 3-4 метров. Здесь вытекают и многочисленные родники. В скалах найдены фасилии пластинокожих рыб, окантоты лопастеперых рыб, живших в Девонский период, а также окаменелости бесчелюстных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Недалеко от скал Лурманю находится чертова лодка Билову. Среди местных жителей была распространена легенда об этих каменных кораблях, гласившая о старейшине Витзерсе, который заключил сделку с дьяволом, чтобы тот заполнил пролив между островом Сарема в Эстонии и мысом Колха в Латвии, тем самым помешав немецким кораблям войти в Рижский залив. Говорят, что для этого дьявол ночью перевозил песок деревянными кораблями, однако во время третьей поездки он услышал крик петуха, сообщивший о рассвете, и был вынужден вернуться в ад, а корабли превратились в камень. Таким образом появились корабли дьявола, а лес, где они находятся, получил название Витзерского. Но так ли это и что это за камни? Мы сейчас поедем и узнаем. Гряды камней в форме лодки – место захоронения древних переселенцев в Скандинаву, поздней бронзовой эпохи, около 750 лет до н.э. В 1863 году во время раскопок проводившимся художником и антикваром Юлиусом Дерингом были найдены два так называемых каменных корабля – погребальных монумента, выложенных валунами в форме очертания корабля. Расположены они были нос к носу друг к другу в направлении северо-запад-юго-восток. Деринг вел раскопки северо-западного монумента, который сохранился лучше. Длина его 15 метров, ширина 3 метра. В ходе раскопок были обнаружены 10-12 комнат, составленные из плоских плит, стоящие одному от другой в три уровня. Они были заполнены песком, смешанным с сгоревшими человеческими костями, углем и глиняными черепками. В 1999 году под руководством археолога Андреаса Васкса был раскопан и реконструирован юго-восточный каменный корабль, длина которого 15,8 метров, ширина 3,1 метра. Археологам довольно трудно описать внешность тогда живших людей, потому что было типичным сожжение тел на погребальном костре. В погребальном ритуале сказано, Один постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в Валхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по всем стоящим людям надо ставить на гробный камень. Люди верили тогда, что чем выше дым от погребального костра подымается в воздух, тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok